Всем привет! Приветствуем на канале Эко Дрифт. С вами я, Александр. Давайте начнем. У нас сегодня в гостях новый гость. Это Gotway ACM. Интересная модель попала к нам, конечно, впервые сегодня и мы вам про нее коротко расскажем. Или не коротко. Слушайте, напоминает колесо рыбокопа полицейского или такого парня из патрулирующего Нью-Йорка. Оно все матовое, все такое, я даже не знаю, как это назвать, но, честное слово, матовый огромный дизайн своим видом к себе привлекает, честно скажу. Именно. Что у него интересного? У него тут есть перед, есть зад, спереди у него USB или телефон зарядить или там, видимо, закачать какой-нибудь с приложения туда штуку, фонарь, кнопка пуска, в принципе, все. На задней панели у него тут стекло и устройство для зарядки. Это колесо все по контуру сделано в шурупах. Его можно открыть в домашних условиях. У него тут педальки, на которых написано Godway Made in China. Made in China написано реально большими буквами, потому что они стали гордиться за, мы гордимся, сделано в Китае. Они дюралевые и крепятся на магнитах. Еще вот наклейка «Берегитесь иероглифы». Значит, кнопка заряда защищена резиновой штукой, USB тоже этот от дождя всем эти защищено. Мы, на самом деле, когда видео попробовали повключать, надо подержать палец на кнопке, чтобы быстро запустилось. Ну что, какие впечатления? Фонарь горит, а вот сзади вот эта штука, вот, честно говоря, мне напоминает, как дядя Николай в гараже взял кусок диодной ленты, отрезал ножницами, сюда вклеил и сверху стеклом залепил. Там даже видно, что это диодная лента с фирмой-производителя этой диодной ленты. Честно говоря, выглядит, ну, вот-вот. Это как бы не отражает характеристики этого колеса, а подушка, хочу сказать, подушки хорошие, мягкие, напоминает качественную автомобильную такую панель, которая такая прям, ну, прям хорошая, честно говоря, вот впечатляет. Мне кажется, вот педальки, хлюпка держится, хотя, вот, а так не открывается. Ну, давай открывайся уже, ну. Я хочу просто скомпрометировать, потому что вот так вот, вот совсем хлюпка, вот честно. Вот так, так тоже открывается. Ну, в общем, нормально, ладно. Если прям не дергать так или не прыгать и не бегать с ним. Ну, а теперь давайте на нем прокатимся. Хотелось отметить в характеристик, заявленным производителем, это угол подъема до 25 градусов. На самом деле, это очень много, это можно на Эверест просто заехать на нем и не париться. Ну, главное, чтобы вы не весили 150 килограмм, потому что оно с вами просто не поедет. Максимально разрешенная масса, это 140, заявленная производителем. Еее, парню понравилось наше колесо. Я уверен, что в скором будущем будут гонки на моноколесах за самое короткое время до 50 километров в час или там до 30 километров. Это будет такой спортивный вид спорта. Хорошее выражение, спортивный вид спорта. Разгоняется очень быстро. Очень быстро и по заявленным характеристикам 45 километров в час. Я не стану, я в шлепанцах, я может быть там 35, да, я разгонюсь. Но просто это серьезно, уже берегите свое здоровье. У нас, к сожалению, нет защиты, чтобы проверить максимальную скорость Godway на трассе. Но мы покажем вам приложение, которое позволит, собственно говоря, показать максимально безопасную скорость. Главный дисплей у нас тут. Шкала скорости до 50 километров в час. В левом углу у нас температура. И в правом углу у нас зарядка батареи. Настройка режима. Открываем. Лучший режим, режим комфорт, мягкий режим. То есть вы можете, как на S-классе, регулировать жесткость вашего колеса. Его подвески, наверное, я даже не знаю, как сказать. Установка тревоги. Сигнал тревоги. Закрыть два сигнала тревоги. Открыть все сигналы тревоги. Не знаю, что такое тревога. Это когда у тебя там голова сломалась, наверное, тревожится он на тебе. Установка скорости. Рокке. 3 километра в час. 6, 9, 12. Я так понимаю, что это ограничение по скорости. То есть вы можете задать через телефон ограничение по скорости. Кстати, очень удобно, потому что очень просто делается и он не разгонится больше, чем надо. То есть если вы покупаете как раз детям такое колесо или неразумным людям, то можете всегда их ограничить и не давать им телефон. Настройка калибровки, горизонтальное выравнивание. Ну, это видимо гироскоп, который стоит внутри. Его можно оцентровать. И легкие настройки. Открытые, близко, вспышка. Честно говоря, не знаю. Во все тонкости приложения не будем вдаваться. Просто мы рассказали общую информацию. Достаточно. Будете покупать, устанавливать или до покупки установите. Посмотрите, что она может. На самом деле здесь интерфейс довольно широкий. Сейчас попробуем посмотреть, как работает приложение в действии. Я разгонюсь несколько раз. Максимально дам максимум, который возможно. И посмотрим, как будет. Ну, что говорить. Спидометр работает хорошо. А вот батарея начинает прыгать вниз-вверх. Когда выдают чуть больше, меньше. Газом показывает 0%, 60%, 50%, 20%. Потом, когда вы останавливаетесь, она уже начинает прослеживать. Ну, и температура поднимается тоже в зависимости от того, если вы как бы на предельной скорости. Опять же, я повторюсь, мы без защиты и разогнались до 30 км в час. Максимальная скорость, которую я воочию наблюдал на телефоне. Вот так. Заряжать вам в пути его не придется, потому что производитель заявляет до 60 км пути на самой большой версии аккумулятора в этой модели. Расскажу про педали. Нормальные педали. Я еду в сандалиях, ноги у меня не скользят. Сама площадь вот этой платформы педальной тоже нормальная. Про подушки. Хочу сказать, что мои ноги, конкретно мои, до подушек особо не достают. Поэтому они третистепенно, я их чувствую, но очень редко. Но мягкие, честно говорю. То есть, когда соприкасание идет с ногами, чувствуется комфортно. Не натрут вам ноги. Эргономика ширины колеса между ног приятная. Стоите вы на нем комфортно. В общем-то так. Ну что, попробуем забраться на рампу, самую известную в кафе Мама. Тут, в принципе, самый такой достойный пробник подъема для любого устройства. Так что посмотрим, что получается. Ну что, мы залетели на рампу и вообще залетели. Честно говоря, я не почувствовал даже разницы, когда угол подъема просто увеличился максимально. И сравнивая, например, ту же скорость подъема с Xiaomi на M-Bot, на котором есть оператор, то праздница очевидна, естественно. То есть, двигатель в полтора киловатта, который заявлен производителем, он реально выдает. То есть, там от полутора до одного и восьми, видимо, при мощности, которую вы, так сказать, поджопник даете ему. И он прям взлетает. Еще хотелось дополнительно добавить про педали, да. То есть, здесь есть хорошие резиновые выступы вот эти. Сначала мы, когда проехали на обычном этапе, но когда уже на асфальте ездили, ездили, ездили. Хорошо, хорошее сцепление обуви с педалями и, в общем-то, тянет он неплохо. Хочется отметить, не знаю, небольшой-большой минус этого устройства. Это 20 килограмм веса. То есть, да, оно прет, оно едет, но вам надо понимать, что вам его придется таскать с собой. И хотелось бы, чтобы ручку производителя, она удобная, носить удобно, но не долго. Всем, кто катается, прекрасно знают, что если вы остановились и вам надо припарковать ваше колесо, то в данном устройстве только вот так. Вы только можете положить его на бок, на другой бок, это не важно. Но, в общем, вы будете царапать и педали, и корпус устройства, что, к сожалению, не очень здорово. Хотелось бы сделать парковочный элемент, как у Motion V3, чтобы колесо всегда не лежало на земле. Поэтому это просто как бы бонус производителям, что в следующей модели или усовершенствовании, может быть, придумать какой-то upgrade или там тюнинг, чтобы можно было просто поставить, и вы могли бы ваше устройство в таком вертикальном виде оставлять. Ну что, подведем итоги прогулки с Godway ASM. Характеристики у него такие. Его масса устройства 20 килограмм, заряда хватает на 70 километров, заявлено производителем, где-то, в зависимости от скорости и веса, катае-моу-го человека. Угол подъема очень приятно удивил, это 25 градусов, и, честно говоря, это здорово. Значит, батарея у нас две версии батареи идет. У слабой версии там 680 и 860, если я не ошибаюсь. Время зарядки 4,5-5 часов. Производитель по поводу скорости заявляет 45 км в час, но так как мы были без защиты и без обмундирования, мы разогнались на нем до 30-32. На сегодняшний день это одно из самых мощных колес, потому что мощность мотора в этом колесе 1,5-1,8 киловатта. Очень серьезно. Это колесо для тех, кто любит мощь, дальние поездки и максимальные скорости. Так что это действительно флагма, в принципе, за свои деньги, оно себя полностью оправдывает, и благодаря его безопасности корпуса, я думаю, что как бы оно сильно не падало, оно всегда останется целым. Вот так вот. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и катайтесь на электроустройствах. Экодрифт! Горбик. Экодрифт! 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 Продолжение следует...